Численность снежного барса находится под особым контролем учёных. Мало кто задумывается, как тяжело им даётся эта работа. Ученики седьмого класса государственного лицея Тувы смогли узнать, как наблюдать за популяцией столь редкого животного и как современные технологии помогают находить их ареал обитания. Учёные сейчас пытаются сохранить популяцию снежного барса. И на помощь им приходят нейронные сети, которые значительно облегчают им работу, то есть избавляют от рутинных задач, такие как поиски снежных барсов на картинках. Мало кто догадывается на самом деле, но цифровые технологии на самом деле намного облегчают нашу жизнь. При помощи фотоловушек специалисты заповедников пытаются высчитать численность ирбисов. За целый месяц насчитывается около 40 тысяч кадров. Благодаря нейросети и цифровому облаку учёным удаётся проанализировать именно необходимые им кадры. Такие знания позволяют привлечь детей для большего изучения цифровых технологий. В прошлом году был очень интересный урок. Я думаю, в этом будет тоже, потому что нам расскажут про то, как искать снежных барсов и какая у них численность. Мои самые любимые предметы – это информатика и алгебра. Но несмотря на это, я не решился профессией. Я уже была на уроке цифры, это было год назад. Сегодня я тоже хотел узнать, какая тема будет. Урок цифры рассчитан не только на школьников, но и на преподавателей и родителей. Каждый сможет найти для себя что-то познавательное. Урок цифры, он так-то идёт уже с 2018 года. Там нам дают помощь преподавателям информатики, как готовые материалы, готовые видеоуроки. И это всё интересно и мне, и самое главное – это интересно детям, обучающимся студентам. И хотелось бы порекомендовать это посмотреть и родителям наших детей. Очень интересно. По окончанию курса ученикам выдаётся сертификат, который даст школьникам преимущество при поступлении. Платформа позволяет поближе познакомиться с работой ряда крупных цифровых компаний. Арлана Байду, Буяну Аюн, Ангыр Кужуге, Телеканал Тува-24.